Всем привет! В эфире Хоккей 24 плей-офф и ее ведущий Андрей Шляпников. Смотрите в этом выпуске. Верните ваши денюжки. Букмекерские конторы сделали фальстарт по выплатам за матч Северсталь-Атлант. Встретятся ли Акбарс и Салават Юлаев уже в полуфинале Восточной конференции? Защитник у финцев Олег Твердовский о потенциальных соперниках. Горячие финские парни из клуба «Пеликанс» тренируются по бразильской системе. Подробности в рубрике «Самый сок». Нынешний плей-офф завораживает своей непредсказуемостью. Победители регулярного чемпионата «Авангард» в шаге от сенсационного поражения от 15-й команды регулярки «Нефтехимика». Еще один грант Востока «Металлург» едва справляется с новичком КХЛ Югрой. На Западе нелегко приходится ярославскому локомотиву. Подопечные Владимира Вуйтока были биты в Минске 5-3 и счет серии сравнялся. Теперь судьба этой пары решится в Ярославле в седьмом матче. А вот «Атлант» и «Динамовцы Риги» пробились в четвертьфинал Кубка Гагарина. В шестом матче подмосковные хоккеисты одолели «Северсталь» с футбольным счетом 1-0, а «Рижане» только в овертайме дожали парней Олега Знарка 2-1. Москва уже шестой год подряд теряет шанс увидеть свою команду в финале чемпионата России по хоккею. У режиссера нашей программы Алексея Петрова свой взгляд на дерби двух столичных «Динамо» – «Московского» и «Рижского». Игра началась такая нервная немножечко. На эмоциях сыгрались. То, что в раздевалке говорилось, это останется в раздевалке. Если не выигрывает третий период, тогда они идут в отпуск. То есть выходим как на последний бой, нам отступать не будет. Каждая игра принципиальная. Шансы изначально были 50 на 50. Нет разницы, выигрываешь 1-0 или 12-11. Ни с кем не разговариваю сейчас во время плывов, ничего, ни с кем, ничего. Мы не будем плакать судей. Победа у нас будет до конца, но самое главное – играть и не паниковать. Это игра. На старте четвертьфинальной серии произошел и первый скандал. В матче «Атланта» против «Северстали» руководство череповецкой команды осталось крайне недовольно действиями судей, которые не засчитали гол Владимира Воробьева в ворота «Атланта» в овертайме. Но при внимательном просмотре видеоповтора видно – череповчане погорячились. Впечатление, что гол был, сложилось у зрителей-хоккеистов из-за того, что в створе ворот «Атланта» оказался крюк от клюшки нападающего «Северстали». После всей этой неразберихи «Атланта» забил и победил. Интересно, что пока шел просмотр повторов, букмекерские конторы вслед за спортивными порталами присудили победу череповецкому клубу и даже начали выплаты выигрышей. И поспешили. На матчах такого уровня у нас всегда присутствует свой представитель. Такие случаи бывают в других видах спорта. То, что произошло в этом матче – ситуация уникальная. Букмекеры, которые вели этот матч, давно о нем уже забыли. И вдруг через несколько времени матч возобновился. Мы, конечно, получив информацию от представителя на матче, рассчитали все ставки в пользу «Северстали». Те клиенты, кто сделали эти ставки на точках, были немедленно рассчитаны, и клиенты получили деньги. То, что касается ставок в интернете, то здесь для нас ситуация более простая, потому что клиенты получили некоторую сумму на свои игровые кошельки, но при этом деньги они обычно не выводят немедленно. И мы имели возможность, чуть позже, разобравшись в ситуации, пересчитать эти ставки. Мы обычно ставки рассчитываем как можно раньше. Идем всегда на некоторый риск, используем самую раннюю информацию, не всегда достоверную. Для ввода результата и расчета ставок. Фаталити, что означает быстрая смерть. Именно так можно охарактеризовать то, как Скаак, Барс и Салават Юлаев расправились со своими соперниками. Спартак, Борыц и Сибирь были биты 0-4 в серии. Теперь игроки команд набираются сил и ждут следующих соперников. Интересно, если Авангард выиграет серию с нефтехимиком, то уже в полуфинале Восточной конференции белые Барсы сыграют против Салавата. Азамат Салихов попытался уловить настроение уфимцев. Он встретился с защитником зеленых Олегом Твердовским. Летких не бывает раундов, поэтому, может быть, счеты не отражают. Качество и напряжение, но я считаю, что была упорная борьба. Просто так иногда бывает в спорте, ты забиваешь в нужный момент и ломаешь игру противника. В принципе, так, наверное, и произошло, особенно в двух гостевых матчах. Ребята прекрасно понимают, что серия может поменяться в любой момент. И если ты уже, так скажем, имеешь такое преимущество, нужно его реализовывать и завершать для того, чтобы сэкономить силу, восстановиться к следующему раунду и не растягивать это. Сейчас выпало пару дней и выходных. Здесь, наверное, больше восстановительные мероприятия, там, бани, массажи, может быть, какие-то развлекательные, там, я не знаю. Люблю стрелять, спортивная стрельба. Что-то делаю, чтобы отвлечь свои мысли от хоккея, потому что нужно перезарядить батарейки, так скажем, потому что эмоций выходит очень много. Их нужно уметь контролировать. Умеем тренировочный цикл, как бы, потом будет, наверное, еще выходной. Ну, работаем, как всегда, как мы работаем в перерыве. В принципе, я не думаю, что мы за неделю растеряем какую-то игровую практику. Особенно в таких напряженных матчах, я думаю, что это не особо влияет. Займет несколько минут первого периода для того, чтобы все вернуть в себя. Нам интересны игры в нашей конференции непосредственно, потому что здесь определяется наш следующий соперник, поэтому, естественно, повлиять мы на это не можем, мы просто ждем и смотрим. Может быть, рассматриваем следующего соперника, что-то берем себе на вооружение. Акбарс показывает в последнее время очень стабильную игру. Они дважды последние два года становились чемпионами, поэтому, естественно, это грозный соперник. И я думаю, будет, наверное, не очень справедливо ни для них, ни для нас, если мы встретимся в следующем раунде. Поэтому, естественно, все хотят оттянуть это единоборство, чтобы противостояние, чтобы это было, может быть, какой-то изюминкой нашей конференции. А с другой стороны, слабых противников нет. Здесь, как распорядится судьба, так скажем, так и должно быть. Я думаю, что, встретив во втором раунде даже игру, уже не говоря о Магнитогорске, я не думаю, что это будет легкая прогулка. В спорте всегда присутствует определенная доля удачи. Пока, так скажем, удача меня не обижала, но было положено очень много работы для того, чтобы потом бросить монетку, и она упала в твою сторону. Для этого нужно положить еще много усилий, просто так удача не приходит. В 136 лет назад, 3 марта 1875 года, в Монреале на катке «Виктория» прошел первый хоккейный матч. Каждая из команд состояла из 9 человек. Играли деревянной шайбой, а защитную экипировку позаимствовали из бейсбола. И впервые на льду поставили хоккейные ворота. О других сочных новостях расскажет Евгений Мужиков. На неделе оборвалась уникальная железная серия Сергея Мазякина, который провел в чемпионатах страны без единого пропуска 362 матча. Только вдумайтесь, хоккеист отыграл без травм несколько лет и даже ни разу не заболел. В это сложно поверить, учитывая, что Сергей лучший бомбардир двух первых сезонов КХЛ. А таких людей соперники обычно бьют нещадно. Все надежды Спартака в плей-офф были связаны с легендарным Домиником Гашиком. Еще недавно казалось, что вратарь переживает вторую молодость. В регулярном сезоне он провел больше всех сухих матчей. Но в решающих играх 46-летний ветеран не выручил, а в последнем матче и вовсе был заменен. Вернется ли Гашик снова в наш хоккей? Вопрос пока открытый, но в одном из интервью Доминатор не исключил, что готов задержаться в КХЛ еще на год. За океаном наш Александр Овечкин отметил своеобразный юбилей. Он забросил 50-ю победную шайбу в карьере и сделал это в овертайме матча с Айлендерс. Гол получился великолепным, как, впрочем, и все, что делает на льду Ове. Очень креативно подошли к вопросу саморекламы в клубе финского чемпионата «Пеликанс». Три роскошных ролика, символизирующих силу этой команды. И скорость. А вот так, по мнению тренерского штаба «Пеликанов», надо тренировать вратарей. Вот такие они, финские «Пеликаны». Такой мы увидели первую неделю плей-офф в КХЛ. Напоминаю, что нашу программу можно смотреть в интернете по адресу хоккей24.вести.ру. До встречи.